Дорогие друзья, с вами Ангелос и Explore Russian. Сегодня я буду вам читать и стараться объяснить великолепное стихотворение Марины Цветаевой. Место, которое я выбрал, это кладбище. Но не любое кладбище. Это место называется Литераторские мостки. Музей Некрополь в Санкт-Петербурге. Здесь похоронены известные русские писатели, поэты, художники, актеры, ученые, артисты, музыканты. Но давайте сначала будем читать стихотворение, а потом расскажу от кладбища. Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала, тоже, прохожий, остановись. Прочти, слепоти куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была, прохожий, прохожий, остановись. Сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищеской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стою грюмо, голову опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Прекрасно! Прекрасное стихотворение! Вот, несколько слов о том, что мне понравилось здесь. Как красиво пишет. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Она хочет сказать, что она стеснялась иногда. Но она это говорит такими словами. Другими словами. Кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Потому что она стеснялась вот так, волосы делала, вот так. Чуть-чуть-чуть-чуть. Вот, как девушки, когда они стесняются. Правда? Вот. Что еще? Значит, она ему, она сама ему говорить не стесняется. Я тоже стеснялась раньше. Можешь, вот остановись, посмотри, прочти, сколько мне было лет. Да, смотри на меня. Я тоже была как ты. Я тоже была. Вот еще как красиво говорить. Кладбищенской земляники крупнее и сладше нет. Значит, на кладбище есть и смерть, но и жизнь. Это одно и то же. Да. Там, где человек, там земляника. Земляника крупная и сладкая. Значит, там есть и жизнь, есть надежда. Да. Что такое жизнь человека? Это точка. Точка в линии времени, бесконечности. Да. Да. Значит, здесь есть и земляника, есть надежда. Вот. Крупная и сладкая земляника на кладбище. Как красиво. Как красиво. Легко обо мне подумай. Легко обо мне забудь. Значит, не плачь. Не грусти. Да. Не грусти. Потому что надо так смотреть на жизнь. Не грустно, не серьезно иногда. Да. Просто радоваться. Вот. Легко обо мне подумай. Легко обо мне забудь. Ребята, знаете, на самом деле, я думаю, что это стихотворение не грустное стихотворение. Есть оптимизм здесь, надежда есть. Она говорит, надо жить смело. Не надо стесняться, не надо грустить. Жизнь такая штука. Люди были, есть и будут. Она была. Да, прохожий. Я тоже была, она говорит. Жизнь такая штука. Вот так надо жить смело. Надо идти вперед. Идти к целям, к мечтам. Вот что надо делать. Так, литераторские мостки. Мост. Мосток. Фудпат. Музей Некрополь. Некрополь. Перевод из родного греческого Некрополи. Город мертвых. Город Поли. Мертвый. Некрош. Греческий язык. Вот еще здесь. Это могила. Аникушина. Скульптор Аникушин. Вот. Помните, кстати, два года назад, когда я приехал в Санкт-Петербург, я снимал видео на площади искусств. В центре города. Там есть памятник Пушкину. Вот. Скульптора Аникушина. Его знаете? Помните собаку Павлова? Вот ученый Павлов. Иван Петрович Павлов. Вот, ребята. Вот какие люди здесь похоронены. А вот чуть-чуть подальше. Дмитрий Иванович Менделеев. Профессор Менделеев. Ребята, серьезно. Если я, грек, в восторге от этого места, я не представляю, какие чувства может испытывать русский человек здесь. Я вам серьезно говорю. Вот еще здесь Глеб Успенский. Еще один писатель, русский писатель Глеб Успенский. Такой памятник необычный. Я читал историю. Его родственники были против папиросы. Вот, смотрите, он курит. Но художник, ну, скульптор настаивал на том, что так должно и быть. Потому что он, когда творил, когда писал, всегда курил. Вот. Еще и скамейка, чтобы люди были близко к нему. Вот еще скамейка. Вот почему так решил еще сделать скамейку рядом. Чтобы они были близко, чтобы люди сели на скамейку и были близко к писателю. Как красиво. Как красиво. Всего доброго. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы помогли. Всего доброго. Спасибо, спасибо. Вот, я искал этого человека. Ребята, я уверен, что вы знаете песню «Подмосковные вечера». Вот композитор. Виталий Соловьев Седой. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Вот, вот, пожалуйста. Вот такие дорожки. Дорожка ученых здесь. А здесь Менделеевская дорожка. Вот, указатели. Писатель Радишев здесь. Вот улица Радишева в центре Санкт-Петербурга. По-моему, он был первый, самый первый, которого похоронили здесь. Это начало восемнадцатого века. Да, вот, вот, точно, точно. Вот, 1802 года. Вот такая традиция здесь началась. С писателями, с этими людьми, великими людьми. Вот, ребята, кто здесь. Здесь Тургенев, Тургенев. Великий и могущий русский язык. Вот, Тургенев. Вот, и здесь, в этом сборнике есть Тургенев. Красота. Вот, вот, смотрите, цветы, кстати. Вот, смотрите. Тургенев. Такие великие люди здесь. Тургенев, Тургенев. Красота. Ну, ладно, ребята, мне надо быстро в метро. Времени больше нет, к сожалению. Надеюсь, что вам понравилось стихотворение и это видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Будут еще такие интересные видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok